Здравствуйте, дорогие малоли и детки! Сегодня мы с вами поговорим о самом вкусном для наших детей. Это фруктовое пюре и фруктовые соки. Это действительно самое вкусное. Как только ваши дети попробуют вот это, то очень сложно будет им ввести мясо, овощи. Они будут ждать неприменно вкусняшек. Но я вам хочу сказать и предупредить, что если раньше, когда я только начинала свою врачебную деятельность, то мы начинали с месячного возраста давать детям соки и пюре, то сейчас во всем мире было доказано, что вот эти вкусняшки начинаем давать после 6 месяцев. Почему нельзя раньше? Во-первых, эти продукты, они не приспособлены для незрелого желудочно-кишечного тракта ребенка. И очень часто у наших детей при введении соков и пюре возникают, что дисфункции кишечника, так, из-за незрелости. Кроме того, высокая кислотность этих продуктов, необработанная клетчатка в большом количестве у этих продуктов. И, конечно, это может привести к плюс-аллергизации. Вы не забывайте, что почти через одного у нас дети-аллергики. Даже если папа с мамой абсолютно здоровы, то 10% детей, рожденных от абсолютно здоровых пап и мам, могут страдать аллергией. Поэтому я еще раз призываю, что вот эти вкусняшки, фруктовое пюре и соки мы будем с вами давать после 6 месяцев, когда ваш уже желудочно-кишечный тракт сформировался, когда вы уже своему ребенку дали и кашу, и овощное пюре, и начали давать мясо. Когда вы четко видите своего ребенка, уже ему 6 месяцев, это уже человек, то мы можем попробовать дать ему фруктовое пюре или сок. Всегда стоит вопрос, какой сок, какое пюре мы должны давать своему ребенку. Конечно, учитывая, что мы с вами в Белоруссии, то это наши яблоки. Причем первым вводится яблочный сок, яблочное пюре. Зеленый, зеленых яблок, изготовленное. Это монокомпонентное пюре, их можно купить тоже в магазине, либо приготовить самим, я потом немножко позже вам расскажу, как это делается. Но первое, конечно, это яблоко. Яблочный сок лучше всего осветленный. Так, и назначаем мы его где-то по пол чайной, чайной ложки. Так, постепенно наращивая объемы. Причем, дорогие мамы, это не значит, что если вашему ребенку первое введение сока или фруктового пюре, это все понравилось, и вы ему сразу дали целую банку, это неправильно. Вы должны все равно постепенно приучать ребенка, как и любой, но вас должна предупредить, что это не прикорм. Фруктовое пюре и соки не являются прикормом. Это просто, скажем так, дополнительное кормление к рациону вашего ребенка, для того, чтобы вы дополнительно дали ему микроэлементы, макроэлементы, витамины, изменили его вкусовые качества к тем или иным продуктам. Поэтому в фруктовом пюре и соке есть определенная формула N умножить на 10, где N – это количество месяцев. Вот, например, вашему ребенку 6 месяцев. 6 умножить на 10 – это 60 мл. То есть за сутки вы должны ребенку дать 60 мл. То есть в течение недели вы приучили его к пюре фруктовому или соку. Причем фруктовое пюре или соки даются между кормлениями. То есть это не значит так, что вы ему дали обед, накормили его обедом, а потом еще дали ему сока или фруктового пюре. Должно пройти хотя бы полчаса, час после обеда. И вы можете ему ввести вот эти 30 мл сока или 30 мл пюре. Значит, еще раз повторяю, N умножить на 10. Ребенку 60 мл нужно в 6 месяцев. То есть вы можете дать ему 30 мл сока, например, где-то днем и 30 мл сока, например, после обеда. Так? Точно так пюре дать где-то днем 30 мл и после обеда. Ночное кормление ни в коем случае мы ни соки, ни пюре давать ребенку не будем, потому что и сок, и пюре вызывают, что брожение в кишечнике ребенка, он может быть беспокойным, плохо спать, возникнет кишечная колика и вы не будете знать, от чего это все происходит. Поэтому ночное кормление мы с вами договоримся, что фруктовое пюре и соки вы давать своим детям не будете. После того, как ваш ребенок привык к яблочному пюре, вы можете дать ему попробовать грушевое пюре. То есть вы стараетесь давать те фрукты, которые произрастают у вас, у нас в Белоруссии. Так? В зависимости от того, какой характер стола имеет очень большое значение, что лучше вашему ребенку дать. Если у ребенка, например, склонность к запорам, так? То в данном случае вы ребенку можете дать сливовый, абрикосовый сок, либо пюре. Так? Если у вашего ребенка неустойчивый стол, то есть то запора, то полно, и вы видите, что как-то непонятно у него со стула, то из соков лучше использовать груши, яблоки и бананы. Они хорошо при неустойчивом стуле. Хотя многие мне скажут, что банан наоборот скрепляет, но все это индивидуально, у каждого ребенка по-разному. Если ребенку, например, 10 месяцев, 10 мы умножаем на 10, это 100 мл. Но здесь такой, скажем так, внимательно вы должны к этому подойти. То есть не сразу вы даете ему 100 мл сок и 100 мл пюре за сутки, а максимально, сколько вы можете дать за раз, это 50 мл. Не нужно больше давать. Вот вы дали 50 мл, следующие 50 мл вы дадите, например, после обеда. Точно так пюре дали 50 мл и после обеда дадите 50 мл. Так, и почему не нужно сразу? Потому что тем самым мы опять же вызываем нагрузку на желудочно-кишечный тракт, вызываем дисфункцию. Ребенок может нам выдать ту же кишечную колику, беспокойство и аллергизацию. Поэтому все равно мы должны очень, скажем так, рационально подходить к введению фруктовых пюре и соков. Иногда случается такое, что где-то к месяцам 11-12 мама звонят и говорят, вот Ольга Петровна, такая есть такая ситуация, мы ничего не едим. И когда я начинаю спрашивать, а что вы едите? Ну как вот, ребенок ничего не ест. И мама начинает перечислять, вот мы каши там 2 ложки съели, овощное мы выплюнули, но мы любим пить сок. Мы сок выпиваем банками, фруктовое пюре мы съедаем банками. Так вот, отсюда вся проблема, что ребенок получил самое вкусное, ему понравилось, что есть фруктовое пюре, есть сок. Уже к 11 месяцев дети прекрасно все это понимают, что можно потребовать и вкусненькое у мамы свое еда. Мама, конечно, начинает давать то, что хочет ребенок, и естественно он не будет есть основную еду. А овощное пюре и соки не являются прикормом, они не могут нам заменить с вами полностью одно кормление. Ведь мы взрослые с вами тоже, мы же не можем съедать с вами на обед килограмм яблок, да, и сказать, что вот я наелся килограмм яблок, и все прекрасно. Обычно у нас с вами полноценный обед, суп, второе, компот, какой-то овощной салат. То есть у нас с вами разнообразное питание. Поэтому старайтесь своим детям тоже делать качественно и разнообразное питание. Они предлагают им то, что они хотят, и то, что действительно самое вкусное. Как выбрать детям пюре? Во-первых, вы должны четко понимать, что есть монокомпонентный, то есть из одного продукта. Там яблочное, грушевое, виноградное, вишневое, абрикосовое, банановое, да, пюре или сок. Вот, и есть поликомпонентное, когда добавляется два или три фрукта для изготовления этого пюре. Плюс сейчас очень много появилось овощных пюре, ой, фруктовых пюре с добавлением творога, сливок. Это тоже вы должны, это более старшим детям вы дадите, только в том случае, если он у вас не аллергик. И на банке обязательно указывается, что это за пюре и что это за сок, осветленный, с мякотью. Дети, после восьми месяцев вы можете ему предложить и соки с мякотью. Так, обязательно указывается возраст, какого возраста можно дать то или иное фруктовое пюре или сок. Смотрим на срок годности и, конечно, на состав. Что это за пюре, какие продукты, какие консерванты, какие добавки. Конечно, он должен быть без сахара. Вот. И это всё вы должны внимательно прочитывать на банке и оценить внешний вид баночки. Так, срок годности. Существует очень много всевозможных фирм, которые изготавливают фруктовые пюре и соки. Их очень... Вот это разнообразие, оно иногда пугает всегда, конечно, маму. Да? Но мы с вами договорились, что мы будем с вами кушать те фруктовые пюре и соки, которые произрастают у нас в Белоруссии. Не будем гоняться за экзотикой. Экзотику ваш ребёнок может получить в более старшем возрасте, а на первом году жизни лучше не экспериментировать. Так, и ещё о чём бы я хотела сказать. Если вдруг вы всё-таки решили сами делать фруктовое пюре, то сложности в этом нет. Единственное, что вы берёте яблоки зелёные, да, вы можете их пропустить через блендер или натереть на тёрку и предложить своему ребёнку. Банан тоже можно размять вилкой более старшему ребёнку и тоже дать банан. То есть сложности приготовления фруктового пюре и соков абсолютно никаких я не вижу. Просто нужно это делать. Но так как я ещё раз призываю всех мам к тому, чтобы они больше времени уделяли своим детям, потому что вот эта привязанность, которая закрепляется в течение первых даже трёх лет с мамой, позволяет в последующем расти и развиваться самостоятельному человеку, которому будет не страшно жить в этом мире, в котором встречаются всевозможные проблемы, он с ними будет справляться. Поэтому желаю, дорогие мамы, вам здоровья, вашим детям тоже. Папам желаю зарабатывать побольше денежек, чтобы они смогли покупать эти фруктовые пюре и соки. И подписывайтесь на наш канал, буду рада.